Александра Игоревна, здесь ли? Да, 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 я здесь. Слышно ли меня? Отлично, да, пожалуйста. Здравствуйте. Так, сейчас иностранство экрана. Слышится. Сейчас, значит, сначала. Я очень рада, что я могу выступить на конференции. Спасибо большое, даже будучи в Македонии. Сейчас нахожусь в этой классической экспедиции в Македонии, и я была бы рада представить материал, который собрали вчера и сегодня. Регион Куманово в Македонии – это территория интенсивных флористических контактов. Это не только зона перехода в южнославянских коврах на пограничье, но и область совместного проживания разно-балканских народов – македонцев, болгар, сербов, албанцев, румын, цыган. Ситуация полиэтнического и полиэтнического зонописия может способствовать как языковой и культурной переференции, так и консервации отдельных архивических явлений. В 2018 году была осуществлена флористическая кредития в Куманово. С помощью вопросника Анны Аркадьевны Клотниковой был собран материал по календарной семейной обрядности, отчасти по народной мифологии и краю. Ритуалы погребали на поминальной обрядности, верования вокруг них схожи на все территории Македонии, и исключение некоторых оригинальных отличий. Именно оригинальные отличия в эриксированных куманов свидетельствуют о высокой степени концентрации архивических явлений в области традиционной мифологии культуры. Значенные отличия в контексте погребально-проминальной обрядности выделяют данный регион в переход договоров на фоне других телектов Македонии. При этом македонские данные обнаруживают большое сходство с материалами, записанными в Южной Сербии Анна Аркадьевна Клотникова. На Балканах традиционный уклад жизни не игнорирует смерть, она постоянно присутствует в обрядах перехода, в обрядах рождения, крещения, свадьбы и т.д. упоминается в народных песнях. Умирание рассматривается как данность, и цель в посмертных обрядах – это успешные проводы в загробный мир, через что подкрепляется вера в вечную жизнь, утверждение преемственности и встречности к вороту энергии природы. Отношение к умершему пражено в возданной эмоции от страха и отвращения до глубокого благоговения. Во всем местных уманов при знаменовении смерти считаются креки совы, кукушки, вой, собаки, курицы, рюклищавшие петухом. Собака или птицы, животные, которые ведут себя нестандартным образом, убиваются. При знаменовении смерти считается также сон о постройке дома, об удалении зуба, о купании голого человека. Так, у местных поэтельских, это известный македонский исследователь, есть такой замечательный пример. Я привожу на слайде этот диалектный текст, чтобы вы увидели особенности переходного говора на границе Македонии и Сербии. Кратко перескажу. Мужчина имел только одного внука и собирались устроить ему свадьбу, но как раз накануне за неделю ему приснились три женщины, которые сказали, Тодо, мы пришли за тобой, чтобы тебя увезти. А он стал их жалостно просить, что у меня только один сын, у него только один ребенок, мальчик, у меня только один сынок, я так хочу на воскресенье побудить у него на свадьбе, оставьте меня. Нет у меня другого внука. И тогда женщины пообещали ему, что придут к нему как раз в воскресенье. Родственники не смогли делать ничего, они старались, конечно, но все равно не успели выполнить все традиции и обряды, которые связаны с свадебным комплексом, поэтому в воскресенье он умер и на свадьбу не успел пропасть. К старости готовят одежду за он и свет, как здесь говорят, однако существует и поговорка. То есть старый и молодой должен иметь смертельное. Душа выходит по народу при своем через род, и здесь используется глагол «лизнува» или «испушта душа». Родственникам нельзя плакать при выходе души из тела, иначе тяжелее будет идти процесс. Но сразу же после смерти начинается подготовка к похоронам. Обмывание тела покойного совершают лица одного с ним пола. Однако в современных условиях, ввиду опустения села, обмывание могут совершать и женщины. Вечером не разрешалось плакать, ночи не досыпла, чуная вечер, а до момента похорону тела берет свечи. Куманова, одна из свечей, делается по росту покойного. Ее зажигают в течение 40 дней на всех поминках. Рост покойного измеряют шестерной нитью для магистриков, чтобы копать гроб. Но эта же нить используется в выставлении свечей, которая будет гореть 40 дней. До момента похороны тело тщательно охраняется, чтобы покойный не стал вампиром. Это сцены по вампири. А сам процесс явления называется полампированием. Полампирование может стать опасностью не только для близких, но и для всего села. Поэтому соблюдаются не только все ритуалы, но следят, чтобы через тупо ничего не передали, чтобы не перескочило животное. И в том числе это относится и к одежде. Например, на слайде люди закопали вещи в мусорную кучу, а утром рано увидели, что, видимо, собака из расширенного контекста, видно, вытащила эти вещи и разбросала по мусорной куче. В таких случаях призывается священник, чтобы он прочитал молитву. Куманово средством против превращения покойника в вампир считается игла в окнотах пупок. В повсеместной локернистической экспедиции встречались замечания местных жителей о том, что вакцинации капельницы стали причиной исчезновения ходячих покойников, как и электрификация сел, потому что в преследии вампиры не появляются. Открытые глаза покойника свидетельствуют о том, что он жалел уходить. Он жалеет детей, которых не женил и не выдал замуж. Если открыто правый глаз, то умрет мужчина в семье, а если левая, то женщина. Мучаются вагонные грешники, те, кто воровал, кто присваивал себе землю. Их могила проседает, их земля. Также человек, который присваивал себе землю, когда его похоронили, рано утром он увидел, что земля просела на могиле. И не так, как у других, которые не воровали землю, как у них ховником, а у него прям сам уже и просела. Мучаются также ведьмы перед смертью, они ревут как коровы, им помогают только исповедь. Человек идет в рай или в ад, который здесь называют как пээко. Самые страшные грешники, это ведьмы, а также убийцы. Убить человека и реструйнуть свадьбу самые большие грехи. Второй даже больше. Через 24 часа тело несли на кладбище. Род покойному в карманы, одежды кладут монеты. Мужи дай должен податься одолжень. Если он вдруг должен кому-то, вот пусть вернет. В доме закрываются часы и яркала. В Куманово после выноса гроба с покойником на улицу вся вода выливалась. Байги не банил вотая вода, чтобы он не мылся в той воде. И не только в доме покойника, но и в других домах тоже. В охоронной процессе на кладбище останавливается на всех перекрестках. В перекрестках. Македонская раскрасница это перекресток, а глаголы раскраски перестать общаться и поставить точку в отношениях. После погребения в руках держат горячие угли и моют руки после возвращения с кладбища. И совершался степениальный обед, который в Куманово называется посмусто-госбо. Для покойного на ночь оставляли на воде вино и воду. Утром следующего дня родственники идут на кладбище. Это называется Будение номер 300. Будение покойного. На могилу выливают остатки вина и воды после ночи. Раздают вареную пшеничную кашу и небольшие ритуальные хлеба. Лепчинь. В Куманово могилу посещают также в ближайшую субботу. Субботина или субботнина. А также как принято на 7-9 дней на 40-й только в Куманово по пыльнике принято проводить за 2 недели до полугодия в пятницу и в субботу. И за 3 недели до года в пятницу опять же и на субботу в третью годовщину. В Куманово также отмечено обычное ночное посещение кладбища на Труцу или День Святого Духа Духови верит, что этой ночью можно видеть умершего родственника. Если в семье случалось несколько смертей за короткий промежуток времени второму умершему в гроб клади пурицу или петуха без головы, а родственники не носили более траур. Также если умирала кровь, то невеста нанесила траур. Дагусинная цирна то заданная зима она снимала черную чтобы ее не везали. В Куманово известен еще один способ якобы прекратить смертельные случаи предписывалось положить гость могильной земли священнику в сумку, чтобы тот перенес ее, а вместе с ней смерть в другое село. В Куманово также известны повторные погребения. Данные, собранные в Куманово, а также эритографическая литература помогают дополнить материалы, которые уже опубликованы по этому вопросу. Так, оплакивание покойного и в Куманово будет от глагола от корня плак, это будет плачение. В других регионах, где удалось мне записать эту же традицию, используется глагол от корня ток, либо это тоже не в деборе, либо в районе битвы это тоже не. Далее, например, по спаминальной трапезе после погребения характерно для Куманово и регионов вокруг используется задуша, также есть другой вариант, как ручек по закупу, в деборе также используется задуша или госба по закупу, а в районе битвы у славян используется слово помина, что также встречается на карте, например, в книге Анны Аркадьевны о политической географии Южной Славии. И еще, наверное, приведу в пример поминки в течение года после смерти. в целом используется задушница и это лексема, которая распространена и была записана мной в этих трех регионах. Спасибо за внимание. Хотела только подчеркнуть, что Куманово это регион именно архаических явлений и там лексика может быть близка более сербскому континууму, чем все остальные Македоны. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И, пожалуйста, вопросы. Можно сразу такой вопрос? Я как-то не очень расслышала. Где там в Македонии фиксируется Алексея Мапомана? Сейчас я вам скажу. Мы Сашу слышим из Македонии, поэтому все так просто. Деревня Ротино. Я, наверное, меня не виду, у меня интернет... Ничего, что не видно. Где-где, еще раз повторите. Деревня Ротино. Это тоже Кумановский край, да? Нет, это вот возле Битллы как раз. Вот возле Битллы, понятно. По карте видно, что там в соседних районах тоже именно Алексея встречается. А там проживают румыны или кто там проживает? Да, мы были в славянских селах, и в селах только славяне проживают. Однако соседние села, которые находятся в четырех километрах через горы, там проживают румыны либо смешанное население румынско-славянское. То есть можно предположить, что Помана все-таки оттуда. Да, кроме того, там встречается а нет, ну это я тоже уже несколько слов мы заметили, которые есть даже в литературном румынском языке, которые в македонском конкретно этих сел. Я думаю, мы проанализируем и шифруем материалы и получится очень интересное сопоставление. Румынско-славянско-славянское. Румынско-славянско-славянско-славянское. Спасибо. Продолжение следует...